Еще раз здравствуйте. Мы очень рады быть сегодня здесь. Перед вами представитель шеф клуба Азат Мустафаев и наш главный тренер Шахин Дениев и переводчик Ульга Ханум. Давайте сперва узнаем мнение Шахин Дениев по поводу игры. Думаю, что затем будут вопросы. Продолжение следует. 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 Это самая большая радость. Я думаю, что если так пройдет, потому что это будет за 50 лет, сколько у меня день рождения было, 50 раз у меня день рождения было, я думаю, что это будет для меня самым большим подарком от футболистов. Существует? Поехали. Мы желаем вам успехов в завтрашней игре. В первом матче в Баку были определенные проблемы, физические проблемы у футболистов. Успели ли вы предотвратить их, исправить эти ошибки? Физическое состояние ваших футболистов в каком положении? Да, как дальше, так же мы, у нас мало времени, потому что мы мало начали, всего 15 дней было на подготовку. Конечно, за 15 дней и тактически, и технически, и физически невозможно готовиться, невозможно быть в идеальной форме. Это, конечно, постепенно от игры к игру, игровой практикой должен набирать футболистов, и удачи у нас одинаковая судьба. И у них не было таких многих хороших спарринг-партнеров, многих игр не было, и у нас не было этих многих спарринг-партнеров. Я думаю, что от игры к игре команда будет лучше играть, и дальше, и мы. А то, что касается насчет физики, я думаю, что за какой-то маленький промежуток, за 5 дней невозможно его, допустим, поднять до определенного уровня. Я думаю, что мы чуть-чуть что-то хотели сделать, но я думаю, что еще мы не находимся в идеальном физическом форме. К сожалению, не будем проводить там сегодня игру, потому что футболисты вчера в 19 часов вылетели, мы только сегодня в 19 часов были в Кишинево, почти ровно в 19 часов команда была в пути. Очень уставшая команда. Еще полтора часа ехать туда, за 35 минут сделать тренировку, еще полтора часа вернуться сюда. Мы знаем, что дорога, говорят, грунтовая. Я думаю, что это еще дополнительно будет нагрузка на футболиста. Я думаю, что я сегодняшнюю тренировку проведу на чистом воздухе, может, в парке, может, какой-то ближе стадион найдем за счет своего клуба. Может, мы проведем. Скорее всего, мы туда не поедем. Азербайджанский футбол всегда славился техническими мастерами. Вы ему то, о чем говорили, недостаток определенной физической подготовки можете компенсировать техническим умением в предстоящем матче. Это может стать вашим козырем на сравнении с молдавским футболистом. Я вам скажу одну вещь. Вы все видели первую игру. Я тоже заметил, что сейчас в мире, в мировом футболе, вообще-то, как сказать, не на первом месте технический подход у футболистов. Самая главная мотивация в физическом плане футбола. Знаете, я вам одну вещь скажу научно. 47% успеха футболиста состоит из физической подготовки. 22% всего тактические, 21% психологии, 11% славной команды. Допустим, у него есть традиция клуба. Реал никогда не опустит до 8-го места. Реал займет первое или в хорошем случае, или у него есть традиция, или в плохом случае третье место. Это традиция клуба. Я думаю, что Тача в первом игре мне очень понравился. Показал и технический футбол. Они с мячом хорошо двигаются, с мячом хорошо обращаются. И думаю, что завтра ни физика, ни техника, больше нужна будет тактика, и, я думаю, психологическая подготовка, плюс мотивация. Вот три вещи будут играть главный ролл в завтрашнем игре. Задайте себе. Скажите, о молдавском футболе, в котором у меня есть 90-е годы, отличается от нынешнего? Есть пятачки? Знаете, раньше была команда Нестру. Все Молдавы болели за Нестру. И Нестру это был, думаю, потолок молдавского футбола. Она была очень хорошо себя зарекомендовала. И первой лиги, и высшей лиги. Я думаю, что тот футбол был выше. То, что и у нас, и у вас, это мы должны осознать. Потому что, может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что не в Чи, который был, допустим, до 90-го года. И те команды, которые, допустим, 10 команд у нас, отличаются от друг друга. Потому что тогда был совсем другой футбол. Тогда футболистов было намного сильнее. Потому что все республика болела за одну команду. Сейчас, допустим, у 10-12 команд есть свои болельщики. Они как-то, знаете, пополам стали от друг друга. Я думаю, что нет единства. Вот самое главное, нет единства болельщиков. Это так и должно быть. Потому что не может быть удача одна. Она должна быть, потому что у каждого сейчас своя команда. Я думаю, что сейчас в чем футбол прибавил, немножко скорость. Немножко скорость совсем другой стал. И за счет легионеров команда уже играет не свой, допустим, футбол, который достоин, молдавский, азербайзянский футбол, больше технический, допустим, она уже ушла на второй план. Сейчас совместно совмещался и астронцы, и местные. И так, так что нет своего футбола. Сейчас, если смотрите чемпионат Европы, если там одеть всех 22 футболистов в белых майках, не отличить, кто с кем играет. Все играют одинаково в футбол. И то же самое касается нашего сегодняшнего футбола. Потому что мировой футбол шагает, и как можно быстрее надо на поле мышления, и действовать нужно быстрее. Доли секунды, а приезжает то, что было раньше. Допустим, раньше были и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы, и вниз, и вниз, и личности. Сейчас этих личностей очень мало, потому что сейчас коллективная игра больше отличается от команды. Раньше, допустим, болельщик приходил на кого-то. Сейчас, к сожалению, этого нет. И чемпионаты мира, и чемпионаты Европы, и молдавский, и азербайзянский футбол. Сейчас не на кого ходят, только на команду какой-то ходят. Это, я думаю, что не от души для зрителей. Скажите, будут ли в Бакуу в нашем году отмечать 50-летие со дня завоевания нефти бронзовых медалей чемпионата из-за единственного футболистов? Я думаю, что да. Без этого не обойтись. Я думаю, что это... Потому что те футболисты, которые играли в 66-м году, еще и живы, еще остались. Кто умер, плохо ели земля. Я думаю, что будут отличаться, как мои день рождения не будут отмечать, но 50-летие не все обязательно будут отмечать. Потому что это единственный успех в азербайджанском футболе при Советском Союзе. Абарсаларар. Шанарин, завтра будет ли вы в составе? Вообще-то я вам скажу одно, да. Сейчас ни состав, ни тактика нельзя сковорить. Но одно я скажу, что завтра так и так будет. У нас есть проблемы, определенные проблемы есть. У нас капитан команды болеет, простыл. У нас ударил, знаете, что после операции он был. Он оперировал 7 месяцев, не играл. У него старое место, опять болезнь. У нас, честно говоря, 4 футболиста, которые могут завтра не выйти. У нас нет, допустим, подбора игроков, которых можно спокойнее менять кого-то. Один игрок, если вылетает, это для нас очень большая проблема будет. Постараемся завтра. Я не знаю, что они выйдут, не выйдут, потому что сегодня еще тренировка будет. Завтра утром, наверное, врач скажет, потому что я не уверен. Некоторые, скорее всего, не выйдут. Я не скажу, кто. Но у нас 4 человека есть травмированные. Один болеет, три травмированные. Которые, к сожалению, у нас она есть. Но футбол этим красив, что нельзя плакать, надо смотреть вперед. Что есть с этим, надо идти. Потому что в футболе не спрашивают, кто играл, кто не играл. Спрашивают, какая команда выиграла, какая команда проиграла. Это командная игра, то, что я до этого ответил. Вопросы есть еще? Дима, многие команды, после того, как играют дома в ничью 0-0, на выезде, они знают, что если они забьют, это будет сразу очень сильное преимущество для них. И если забьют один гол, забьют один ноль, они могут даже пропустить один один, и они тоже проходят дальше. Как вы считаете, как вариант для вашей команды, или вы закроитесь в обороне сцепи? Давайте я вам искренне отвечу, искренне, честно отвечу. Не как главный тренер, как вот по шоту человек, который знает футбол. Если честно говоря, не будем стесняться, здесь ничего не стоит, потому что мы свои. Думаю, что удача больше шансов, чем у нас. Потому что команда, если на выезде берет очки, уже дома легче играет, по шоту уже играет. Знает, когда атаковать, когда обороняться. И то, что вы говорите, вы забьете один мяч, его надо забить. Если мы дома не могли забить, значит, на выезде еще два раза будет проблема для нас. Это будет. Но я думаю, что не будем, реально надо смотреть на все вещи, потому что, во-первых, дача играет дома. Во-вторых, дача добыл тот результат, который ему нужно было с выезда привез. Если привез, думаю, что так сказать, если по процентам сказать, я думаю, что 60 на 40 в сторону она тянет больше дальше. Есть вопрос еще? После прошлого матча сказали, что вы готовы подраться с господином Шишхановым. Подраться? Да. Никогда я такую вещь не говорю. Может быть, с переводом какие-то проблемы. Я к Шишханову сам подошел. Сам подошел. Я как уважение к нему. Футболь любит эмоции. Если эмоций нет, то футбола нет. Это не, как сказать, не литературный вечер. Алманах, чтобы сидеть там, друг другу сказку рассказывать. Подошел ему и объяснил, что он не тебя хотел бить. Он говорит, да, да, я все понял. Он мне извинился. Футболист изменился. Я все извинения принял. Все нормально. Пожали руку и ушли. Я сказал, драться так. Если мой футболист ударил бы так кого-то, я сам его заменил бы и дрался бы с ним сам. Без него. Вот с переводом видите, что получается. Вот сейчас меня с кем-то друг друга ставят. А так я сказал, вот так. Если я знал бы, мой футболист бьет специально соперника, я сам его подрался бы с ним, я его заменил бы сразу. Это может быть драка, то, что говорите. А то, что это было, как было, я говорю. Мы подошли к другу пожарную руку. Мы футбольные люди. Мы в футболе всегда будем. Будет поражение, победа будет. Но нельзя терять лицо. Надо держаться. Потому что я ждал очень другого вопроса. Никто не задал с ФАС. Потому что я здесь играл в 89-90-м году. Я очень хотел, чтобы вы мне задали. Вы, наверное, молодые, но не помните. Не ждал, но мне это место дорогое. Я здесь жил, я хлеб кушал. Когда мы ехали с аэропорта, у меня дом был, ворота Кишнева называется, да. С левой стороны у меня дом был. Я все вспоминал. По улице ехал, остался Кишнев 27 лет тому назад. Какой был, такой же остался. Хороший вспоминал в этом городе об этой команде. Это, считаю, что может быть моя вторая, третья команда, своя команда. У меня не может быть к этой команде какой-то неприязнь. Никогда не может. Потому что это болельщики хлопали меня. Я не имею права обидеть болельщиков или руководство, или молдавский футбол. Этого никогда не дождетесь. Хорошо? Слава вашему. Простите, я уже продолжаю эту тему. Кому из кишиневских футболистов, с кем вы играли, вы бы хотели перед камерами передать сейчас? Очень хотел встретиться Батнарашем. Сыр бы мне сказали, сыр бы здесь нет, он уехал в Америку. Сыр бы я хотел бы встретиться. Шувалова я хотел бы видеть. Я хотел Сергея Нани видеть. Я хотел Эмиля Карасова видеть. Еще молодой был бровар, я не знаю, сейчас Кошелев был, по-моему, если на ошибаюсь. Такой еще братар был. Многие такие у меня хорошие вспоминания остались. Тогда много с Одессы футболистов были внизу, если помните, в 89-м году. Скалы братья были, помните? Вот это еще два близнецев братья было. Вообще хорошие вспоминания. Видите, сколько лет прошло, я их даже ими напомню. Я очень бы хотел встретиться, я не знаю, живу или нет, и, может быть, Бог меня простит. С Синклером я хотел бы увидеться. Я хотел Теслифом увидеться. Теслиф жив, но Синкл, говорят, умер, да? Буха ему земли. Очень хороший был человек. Мой тренер был, Теслиф был. Вот этих людей я очень хотел. У нас был, я сейчас забыл, начальник команды, такой толстый начальник. Наверное, он не живой. Проценко, наверное, Вячеслав Александрович? Не, не, Проценко, это его сын. Проценко потом они были. До этого был русский мужик был. Очень хороший, приятный мужик был. Наверное, он старый тогда был, наверное, он не живой сейчас. Может быть, пуха ему земли. Очень много хороших вспоминаний о Кишневе. Я здесь жил, я здесь хлеб, кушал, я здесь играл. Я думаю, что что-то для молдавского футбола чуть-чуть тоже давал. Все, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok